Привет всем дорогие друзья! Мы едем на курсы английского языка. Наверное, одно из мифов, которые хотелось бы развеять, что если вы приезжаете в Америку, то английский сам на вас нападает, прилипает, и вы становитесь его носителем, свободно говорите на нем. Мы встречаем людей, которые прожили в Америке около 15 лет, и они до сих пор не могут говорить на английском языке, потому что они выбирают русские сообщества, а английский дает действительно выход в работе на другой уровень, в общении, в дружбе. Сразу же заявляем, что это, наверное, самое дешевое, что вы можете купить в Америке. Это курсы английского языка, которые спонсируются как-то департаментом образования для иммигрантов, и, наверное, они есть в каждом городе. Выбирайте технический колледж, также общественные библиотеки, мы знаем, этим занимаются. Записывайтесь, и семестр стоит для нас 70 долларов обошелся, но последующие семестры будут дешевле и дешевле. В общем, мы едем проверять, мы сдали тестирование. Я не знаю, почему по результатам тестирования у моего мужа оказался продвинутый там уровень advanced, шестой уровень, а у меня четвертый, потому что, мне кажется, в обычной жизни мой уровень немножко повыше. Но посмотрим сейчас на качество этих услуг и все обязательно расскажем. Ну вот мы вышли из наших курсов. В общем, мне понравился мой класс, мой учитель. Очень интересно, где-то мы читаем, где-то мы общаемся в малых группах, размышляем на какие-то темы. Вот мы сегодня проходили тему, как открыть свой бизнес, как плюсы и минусы. Ну, у меня была продвинутая группа, говорили только на английском. Ну, мы тоже на английском говорили, потому что наш учитель, он носитель английского языка. Да, нам выдали даже компьютеры, что не было в средней группе. Нам компьютеры не выдавали, но у нас была интерактивная доска, то есть учительница рукой стирала там то, что она написала интерактивная ручка и очень интересно. Урок классно прошел. Были письменные задания, было то, что аудио, видео смотрели, отвечали на вопросы. Вот на компьютерах поделали такие задания и также получили домашнюю работу. А мы домашнюю не получили. Наверное, этим и отличается продвинутый уровень от среднего. Да, продвинутые работают даже дома. Ну, мы, в общем, все равно хотим вдохновить всех, обязательно учить английский. Мы записались, пока такая есть у нас возможность инвестировать в развитие и будем ходить, получается, с понедельника по пятницу. Также можно выбрать онлайн-курс, но это для продвинутых только. То есть мой муж может выбрать онлайн-курс, вот, но как бы он будет, наверное, находиться тоже пока. Вот. Также можно выбрать два раза по вечерам. Вот. Все, всем пока.